Приветствую вас и я думаю, что основная проблема, по которой у вас происходят те, ну, скажем так, нежелательные проявления в профессиональной деятельности, никак не связаны с тем, что вы имеете несколько высших образований. Я думаю, что причина, по которой вы подпадаете периодически, например, под сокращение или временно работаете, заключается в том, как вы выполняете свою профессиональную деятельность. То есть, смотрите, при сокращении персонала, да, вот при сокращении сотрудников, чем руководствуется начальство, то есть, кого сокращают? Сокращают того и тех людей, без которых, в принципе, можно обойтись. Я надеюсь, в этот момент вам он будет понятен. То есть, именно сокращают тех людей, без которых можно обойтись, без которых можно, там, ну, прожить, без которых можно организовать деятельность, да, без которых можно как-то существовать. Я имею в виду, существовать кому, то есть, то есть, нужно правильно понимать, существовать не кому-то, да, а именно, вот, собственно говоря, ну, рабочему, 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 рабочему процессу. То есть, вы, получается, обладаете теми качествами, которые можно заменить, которые можно, без которых можно обойтись, обойтись или которые можно заместить. Вот, по сути, корень ваших проблем заключается именно в этом. Ваши качества, как, значит, ну, как сотрудника, можно заменить. Вот именно поэтому вас и, собственно говоря, сокращают или вы работаете временно. Хотя, конечно, не совсем понятно, что вы подразумеваете под временной работой. То есть, что вы подразумеваете под тем, что вы временной работаете. Ведь временной работой можно изначально, по определенному договору. Или временной работой вы имеете в виду, что вас увольняют. Если речь идет об увольнении, то тогда, конечно, ситуация складывается так, что... То есть, если вы работаете какое-то время, а потом вас увольняют, то тогда, конечно, это прямое качество исполнения ваших трудовых обязанностей. То есть, работодателя не устраивает то, как вы выполняете свою работу. И здесь вам можно только пересмотреть свой подход к работе, пересмотреть то, что вы делаете, потому что, ну, определенно, то, как вы относитесь к работе, не устраивает ваших работодателей совершенно вообще никак. И, соответственно, нужно что-то делать, чтобы работодатели больше вас ценили. К сожалению, мне практически не представляется возможным в данный конкретный момент предположить, что именно вы можете делать не так, что именно вы можете осуществлять неправильно, потому что непонятно ни то, чем вы занимаетесь, непонятно ни то, в какой сфере вы трудитесь, трудитесь, но... Одно я могу сказать совершенно точно, и это такая вещь, что от образования, от того, сколько у вас образований, да, не зависит, не зависит эффективность вашей работы. Потому что все-таки, все-таки, чтобы вы были всем сотрудником, я полагаю, нужно любить свою работу. Нужно относиться к ней ответственно, в первую очередь. А у вас, у вас этого, судя по всему, нет. И именно потому у вас и возникают проблемы. Проблемы с трудоустройством. То есть, условно говоря, обобщая и подводя итог, можно сказать так. Наблюдается некий конфликт между чем и чем. Наблюдается некий конфликт между вашим желанием работать, вашим стремлением, да, вашим стремлением, например, к занятости. И между тем, как вы относитесь к тем профессиональным обязанностям своим, которые на вас накладывает работодатель. Я думаю, что именно этот конфликт и позволяет нам говорить о том, что у вас имеются определенные проблемы именно с точки зрения значит отношения к трудовой деятельности. Я бы не рекомендовал вам ни в коем случае я бы не рекомендовал вам считать, что если у вас есть образование, если его у вас, ну, условно говоря, как много, если у вас, вот как вы говорите, два высших образования, я бы не стал надеяться на то, что только из-за того, что у вас несколько образований, да, вам будет легко найти работу. К сожалению, это не так и не стоит, не нужно на это надеяться. То есть, не нужно отдавать решающее значение именно образованию. Образование – это, по сути дела, творческий задел, это творческий фундамент для все профессиональные деятельности. Если у вас нету практического опыта в работе, если у вас нет какого-то, ну, условно говоря, желания работать, если у вас нет, условно говоря, какого-либо, такого, знаете, серьезного напора, серьезного напора для того, чтобы заниматься деятельностью, своей деятельностью, если этого напора нет, то, к сожалению, можно констатировать, что и, скорее всего, у вас будут некоторые проблемы, проблемы на работе, потому что работодатель, он, к сожалению, всегда чувствует, когда сотрудник относится к работе либо как к неотчетно любимой, либо как к чему-то там спустя рукава, ему это не нравится, и он реагирует соответствующим образом. Чтобы у вас не было такого, я думаю, нужно просто-напросто пересматривать вашу деятельность, может быть, вы занимаетесь не той деятельностью, или считается, что вас, например, недооценивают, либо вы считаете, что как-то вот вам отрезается не так, как вы того заслуживаете, и если это действительно так, то тогда нужно соответствующее отношение со стороны работников, со стороны работодателей, точнее, соответствующее отношение нужно завоевывать, и вот чтобы завоевать, нужно стать специалистом в своей деятельности, специалистом в том, что вы ну, то, чем вы хотите заниматься, нужно простите, расширять свой кругозор, нужно постоянно работать над собой, постоянно работать над собой, совершенствоваться, постоянно куда-то стремиться, и так далее. я не говорю, вы не подумайте, чего плохого, я не говорю, что вы вообще этого не делаете, вы, может быть, этим занимаетесь, но вполне вероятно, что вы неправильно организуете свою действительность, во-первых, во-вторых, вполне вероятно, что вы ну, как бы, неверно выбрали, вот, ту деятельность, которой вы занимаетесь, судя по тому, что, вас сокращают с работы, то есть, может быть, определенный, определенный набор проблем, проблем, и если такой набор проблем есть, то я думаю, вам нужно помочь, этот набор проблем преодолеть, и тогда, тогда проблема исчезнет, тогда вы, в принципе, сможете раскрыть себя, полностью вы сможете тогда реализовать весь свой потенциал, все свои данные, что и обеспечит вам успешность в занятии вашей трудовой деятельности. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи!